Всем огромный привет! Напоминаю, что меня зовут Николай, вы находитесь на моем YouTube-канале. Вам большое спасибо за просмотры. И тема сегодняшнего видео это очень редкая, малоизвестная марка турецкого происхождения под названием Pec G. Немножечко отступим от этой марки и давайте поговорим, что вы знаете о турецкой парфюмерии. Но три года назад я бы сказал, что турецкая парфюмерия это парфюмерия сплошных фейков, брендов таких как Шейк, сплошные копии. Все это очень неинтересно и дешево. Я ничего против не имею парфюмерии Шейк. Кому-то она нравится, кому-то она заходит. И я отчасти могу понять таких людей, кто не очень разбирается в тематике парфюмерной, кто не очень парозависим. Кто не видит смысла тратить большие деньги на произведение искусства, вот на тех она и рассчитана. В этом ничего плохого нету. Каждый выбирает парфюмы по своему карману и по его вкусу. Последнее время Турция очень так мощно набирает обороты в плане нишевой и какой-то селективной парфюмерии. Что у нас сейчас самое известное? Это Нишане. Но Нишане это, давайте будем откровенно, турецкое название. Но парфюмеры по большей части там работают на европейский рынок. Композиции утонченные, композиции изящные. И парфюм сделан для большинства, скажем это так. Нишане добралась до российского рынка, ее продавали и наверное продают до сих пор у нас в Золотом Яблоке. Цены естественно кусачие, но ароматы там интересные. Есть еще такой бренд, который сейчас активно пиарится через Инстаграм Альгабра, через наших блогеров. Но Альгабра, давайте я скажу прямо, это перепевки, переделки того, что уже сейчас есть. И за те деньги, за которые просят за их флаконы, ну я считаю, что это грабеж. Но мне такое не надо. Бесплатно дадите, хорошо, но за свои деньги я не знаю, как такое можно покупать. Еще есть какой-то бренд Unique Parfums. Ну, судя по отзывам, там тоже все не очень интересно. Да, еще есть куча всяких малоизвестных брендов, но в основном они работают по концепции. Делаем одеколоны, делаем легкие туалетные воды для всех, для каждого. И даже тот же самый LC Waikiki, у них есть свои ароматы, но там что-то из ряда Серж-Джонера, как у нас. Они неплохие, они дешевы, но просто утонченному ценителю парфюмерии я к таким себя не отношу. Такие ароматы не подойдут. Бренд 5G, возвращаемся к нему. У меня сэмпл-бокс, 5 ароматов по 3 миллилитра. Спокойно можно приобрести на официальном сайте бренда. Стоит в районе 30 долларов. Доставка не очень дорогая. Ну, поехали знакомиться. Ничего внутри. Создатель бренда, идейный вдохновитель и парфюмер, это Эммер Ипекчи, надеюсь, правильно его произнес, начал творить свои работы с 2015 года по сегодняшний день. Он графический дизайнер, он художник. Что-то такое артхаусное, необычное, ну не для всех. И вот ароматы у него точно такие же. Чем он меня зацепил? Это работы на тему, я хочу сделать необычный аромат, я его делаю и не пытаюсь копировать кого-либо. Я такое уважаю, я такое ценю. Ароматы запали в сердечко. В сердечко, да, в самое сердце. Мне понравилось 4, с 5 у меня как-то не вышло, но, видимо, я уже прошел тот этап, когда мне хочется тряпок, подвалов, земли, грибов, гаражей. Все, хватит. Я хочу красивых, современных, необычных композиций. Я получил удовольствие, знакомство, и вот сейчас хочу познакомить вас с ними. Все цивильно, все красиво. Плотный картон. Нанесено название бренда PECG Istanbul. Марка турецкая находится в Стамбуле. Открываем плотную крышку. Внутри краткое описание ароматов, краткое описание нот и маленькие такие художественные приписки к каждому из ароматов. Ароматы, как я понял, не на французский лад, не на французский язык и не на английский. Ароматы все написаны турецким языком. Я попытался перевести косо-криво, но, надеюсь, у меня получится. Выглядит все вот так. Внутри мягкий поролон, наверное, да. Ароматы с хорошими наполнениями по 3 мл, хороший спрей, хорошее стекло и нанесение краской тоже очень порадовало. Но давайте не будем тянуть кота за все его места и начнем. Я заранее подготовил блотер, сейчас попытаюсь обновить свои впечатления и сказать, что я чувствую, опираясь на подсказку, которую нам положил бренд. Первый аромат, эюмер, с турецкого вроде как означает «вода». И художественная приписка к аромату – это песня моря, Song of the Sea. Композиция интересная, она мне зацепила больше всех. Это цитрусовая вводная композиция. Очень такая необычная, я бы сказал. Мы привыкли к фужерным таким акватическим композициям даже в нише и с добавлением всех вот этих мною ненавистных вводистых йодных нот. Я не знаю, почему они всем нравятся, они тошнотворно, носить их невозможно. Но здесь явно чувствуется лимон, перец и что-то морское. Мне понравилось, меня зацепило. Я бы захотел иметь флакончик у себя в коллекции, но политика бренда, я так понимаю, он не выпускает очень много парфюмов. Купить их можно, к сожалению, только на официальном сайте. Полтинник стоит в районе 13 тысяч рублей. Миниатюр нету, можно заказать только сэмплбокс. Итак, по аромату. Это водно-ароматическая цитрусовая композиция. В составе заявлен анис, бергамот, ветивер, травы, жасмин, лаванда, лайм, мастика и мускус. Я не могу даже его ни с чем сравнить. Вот такое очень редко у меня бывает, что композиция уникальна. Композиция никого не пытается сплагиатить. Я чего чувствую? Это древесно-перченая цитрусовая композиция с акватической нотой. Он очень звонкий, он очень объемный. Им хочется дышать. Вот действительно ощущение того, что я стою на берегу моря, вдыхаю полной грудью морской воздух. И у меня в руках лимона, который я жамкую, жмякую, и сок течет по рукам. Интересно. Аромат хоть и свеж, но он плотный. Он шлейфовый. Я относил достаточное количество аромата. Я знаю, о чем говорить. Ну, правда, мне не с чем сравнить. Композиция уникальна и интересна. Вот это мой фаворит в линейке. Будет возможность. Думаю, что когда-нибудь наши распивщики закажут. Я вклинюсь в распив и закажу себе во флаконе чего-нибудь. Ну, либо удосужусь потратиться на флакон. Ну, когда-нибудь. Второй аромат, который заявлен производителем, это рух. Рух переводится как дух с турецкого. И маленькая такая приписочка, что солнце встало опять. Композиция ориентально-цветочная. Давайте попробуем его нанести и попытаться отписать. Да. Тоже очень-очень крут. Очень необычен. Необычен он чем? Здесь, казалось бы, в базе классическое сочетание розы с удом. Но сюда автор, парфюмер, Эмер, внес кофе, кардамон и жасмин. Жасмин немножко индолит. Чуть-чуть. Он дает вот эту вот необычную животинку. В составе кардамон, кофе, жасмин, мускус, ут, пачули, роза, шафран и сандал. Аромат немножко гурманит. Он с какой-то сладостью. Он с кофе, он с жасмином, с мускусом, с пачули. Живет долго. Ароматы живут до стирки. С этим ароматом я получал комплименты. Все люди были довольны. Всех он зацепил. Аромат больше в женскую сторону смотрит. Женским уклоном за счет цветов. Но композиция у нас и есть. Ориентально цветочная. Мне нравится. Пачули не горькие, пачули не землистые. Как любят такие инди и маленькие бренды делать. Что-то такое подвальное нет. Здесь все очень красиво. Я бы даже сказал, что аромат спокойно может выйти и на европейский рынок. Но я не знаю, почему создатель никуда не выходит. И достать его очень сложно. Круто сделано. Действительно. Если аналогию произвести. Я встречал такое сочетание розы с удом. Возможно, у каллиграфик. Сейчас не вспомню, как называется бренд. Но попытаюсь ставить картиночку. Вот там тоже самое. Но здесь обыграны еще богаче. Еще более интересно. Третий аромат из коллекции. Это одун. Перевести с турецкого у меня не получилось. Но по маленькой приписочке, что это одун. Дерево. Возможно, переводится что-то древесное. Дерево. Либо как-то еще. Этот аромат также у меня в фаворите. Про что? Здесь очень необычно обыгран ладан и древесина. Я сейчас попытаюсь объяснить. Привыкли мы, да, что ладан в момент загорания, в момент тления с таким немножко пороховато-пепельным звучанием. Католическим нет. Здесь ладан приглушен. И все это с древесной стружкой, с еловыми акцентами, с перцем, с удом замешано. По аналогии чуть-чуть отдаленно напоминает кондегарсоновский вандервуд. Но вандервуд он немножко химозит. Немножко цепкий такой колкий, звенящий. Здесь же дерево приглушено. Дерево за счет ладана и сосны обыграно очень интересно. В составе заявлен кедр, дерево, мускус, дуб, перец, сосна, резина, сандал и ваниль. Ванили как таковой нет, но аромат очень интересен. Я бы тоже с удовольствием бы заимел флакон у себя в коллекции. Единственное, что мне не очень понравились полноформатные флаконы. Я видел, как они выглядят. Нанесение там так себе на флакон и крышечка гуляет туда-сюда. За 12-13 тысяч рублей я считаю, что это как-то недопустимо. И можно было сделать покачественнее. Но хотя это ниша в нише, да, все-таки мы покупаем аромат ради ощущений и впечатлений. Думаю, что отчасти это и оправданно. Четвертый аромат – бетанье. Переводится как «одеяло» и приписка «Будь в безопасности». Я немножко не понял посыла аромата, который называется «одеялом». Не знаю, что хотел сказать автор. Но, естественно, на пальцы куда же еще не надо было тоже наносить бетанье. У меня получился флэшбэк с этим ароматом. Почему? Я вспомнил первые выпуски «Анни Гюталь Амбре Фетиш». Вот там была такая очень необычно обыгранная амбра. Она была плотная, она была звенящая. Она просто тебя как коконом окутывала. Вот здесь тот же самый эффект, та же самая амбра, возможно, использована. Я чувствую здесь мед, чувствую амбру, чувствую какие-то травянистые ветиверовые звучания. Также здесь есть ладан, пачули, чудица, соль и шерсть. Но шерсть здесь не как в ароматах то же самое урсы, которые просто непоготольному носу вдыхать в себя опасно и чревато. Здесь все округло, здесь все плотно. Все это так с медовым акцентом. Интересно. Вот за счет той амбры, которая здесь использована, аромат я считаю просто уникальным. Я такое встречал, опять же повторюсь, только в «Анни Гюталь Амбре Фетиш». И вот это второй парфюм с таким же амбровым интересным звучанием. И последний аромат, который я абсолютно не понял в линейке. Я не знаю, куда его носить и зачем его надевать на себя. Одевать. Зайбек переводится не знаю как, но приписка «Танец гордости». Танец гордости. Это цветочная анималистичная фужерная композиция. У меня только одна ассоциация с этим ароматом. Это грибы. Пахнет он вешенками. Пахнет он шопиньонами, которые ты открываешь из этой упаковки. Вот если вы когда-то были на грибной ферме и видели, как растут вешенки и вдыхали аромат в этом помещении, вот у меня четкие ассоциации с тем местом. Хотя база тут и ноты очень интересные. Это бергамот, лаванда, кожа, лимон, мускус, нарцисс, табак, бобы тонко и ветивер. Я с натяжкой могу сказать, что здесь есть лаванда, бергамот, кожа, мускус и нарцисс. Табака, тонко и ветивера мне не положили. Аромат необычный. Аромат. Я не знаю, куда такой носить. Правда. Со стороны я носил на того человека, которому я давал знакомиться, он сказал, что это фу. Но правда, очень странный. Действительно, только у меня ассоциации с грибами. Возможно, я его носил не в то время, не в ту погоду. Посмотрю, как он ведет себя в сырость, во влажную погоду. Возможно, в дождь он раскроется как-то интересно. Но сейчас это действительно грибы. Грибы, вешенки, шампиньоны. Больше, как говорится, нечем и сказать. Ну, в общем, как-то так. Из всей линейки понравилось 4. Да, повторюсь. На первом месте у меня Эюмер. Морская цитрусовая композиция. Неизбитая. Очень индивидуальная. На второе место индивидуально интересная. То есть, такого я не встречал. На второе место я поставлю Одун. Про древесину и ладан с сосной. На третье место я, наверное, поставлю Дух. Это кофе Роза Ут. Классно. На четвертое место бетаин. Но за счет вот этой амбры. Амбра здесь уникальная. Кстати, это единственный густой аромат. Он прям как масло. И мной не понятый танец гордости. Ну, если танец гордости у него ассоциируется с грибами у создателя. Ну, возможно, в этом что-то есть. Странный, правда. Очень странный. Ну, в общем, как-то так. Бренд интересный. Бренд носибельный. Это не для всех. Это вот кто уже насытился люксом. Кому надоела вся та ниша, которая есть сейчас на рынке. И он хочет каких-то необычных нот. Можно пойти в Ле Ле Лабо. Там тоже очень интересно. Но Ле Лабо это доступно каждому. Не скажу, что там что-то такое очень интересное. Там 2-3-4 аромата на мой нос заслуживает внимания. Все остальное полная ерунда. Вот это интересно. Тут есть над чем думать. Тут есть где провести какую-то аналогию. Повоображать у себя в голове. И мозги, правда, шевелятся. Вот. Ну, в общем, как-то так. Я постараюсь в будущем найти чего-нибудь еще интересного. Возможно, того же самого турецкого. Потому что, повторюсь, что марок выходит в последнее время очень много. И думаю, что будет интересно. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если чего, пишите. И пока-пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok